Для каждого человека важно быть услышанным и знать, что он имеет право высказывать свое мнение. За это люди выступали на демонстрациях, голосовали и боролись из года в год. Чем больше наше общество развивается, тем больше сфер жизни появляется, где борьба за право говорить разгорается с новой силой. Всем привет, меня зовут Алина Манилоун, и, как я вам говорила, хайп Поднебесного, все, все забыли, у нас теперь Павел Дуров. Я девочка на хайпе, но, как всегда, сняла все слишком поздно, извините. Но у нас будет достаточно интересная тема, и мы поговорим про Телеграм, про все плюсы и минусы свободного интернета. Меня на это сподвигли различные баталии, которые происходят там и в Твиттере, и в Телеграме, вообще повсюду. Действительно ли это нормально, что в Телеграм можно выкладывать буквально хоть что? И вряд ли-то это заблокируют. А перед началом этого видео мне бы хотелось попросить вас поставить палец вверх под этим видео, подписаться на мой канал, а также на мой Телеграм. Там я высказываю мнение по поводу различных новостей, которые происходят в мире. Кстати, многие говорят, что я на Ютубе и в Телеграме разный человек. Вот, проверьте, правда это или нет. Все, я не буду затягивать, мы начинаем. После небольшой рекламы. Многие из нас мечтают о том, чтобы заниматься чем-то творческим и иметь возможность строить карьеру на своих условиях. И, наконец, переломить ту установку, которая была вбита там с самого детства. Чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. На самом деле нет. Важно обладать актуальными навыками и применять их в востребованных сферах. Например, в сфере дизайна. Я знаю место, где вы можете попробовать себя в профессии дизайнера абсолютно бесплатно. Школа дизайна UDAEV School открывает бесплатный курс с личным наставником, где всего лишь за 5 дней вы сделаете портфолио из 4 работ. И это просто огромный плюс для тех, кто только начинает свой путь в дизайне. Школа уже выпустила более 7000 студентов, из которых 95% оставили хорошие отзывы. А самое главное, что UDAEV School помогает своим ученикам при трудоустройстве. Они предоставляют доступ к базе, где ежедневно публикуются более 100 вакансий. И это реальная возможность начать новую жизнь с минимальными вложениями и ощутивыми результатами. Курс идет 5 дней, но за это время вы освоите не только основы дизайна, такие как фигмы и композиция, но и научитесь создавать анимации интерфейсов. А самое главное, вы получите знания, как же найти этих первых клиентов. А это значит, что вы можете начать зарабатывать, не дожидаясь конца обучения. Удаленная работа, фриланс, свобода выбора проектов и графика – все это станет реальностью. Более того, вас ждет общение с 19 тысячами единомышленников. Это будет в специальном чате, где люди делятся своим опытом и получают поддержку. Если вы давно задумывались о том, чтобы сменить профессию и, наконец-таки, начать что-то новое, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на бесплатный курс и начинайте свой путь к новой профессии уже сегодня. И не откладывайте, потому что количество мест ограничено. А мы переходим к видео. Свобода слова в интернете стала одной из важнейших тем, ведь ежегодно выпускаются новые законы, стремящиеся контролировать наши слова и действия в интернете. Информатик и юморист Стас Янковский сказал, «Интернет – это свобода прятать лицо за аватарами, имя за ником, а мысли за постами. Это и есть свобода от себя». И Телеграм стал для нас единственным местом, где такая абсолютная свобода возможна. Павел Дуров сформировал идеологию своего мессенджера так, как изобреталось все великое – из нужды общества. Предприниматель пришел к идее создания Телеграм, будучи в России, когда российские власти потребовали от него предоставить регистрационные данные отдельных авторов и организаторов группы ВКонтакте. Павел Дуров столкнулся с необходимостью секретной коммуникации, когда ему и его офису пришлось пережить обыск после отказа от сотрудничества с властями. Он не мог связаться с братом, чтобы скоординировать действия, так как все доступные средства связи казались небезопасными. Именно эта ситуация подтолкнула Дурова к мысли о создании приложения для защищенного общения. Позже ему предложили два варианта. Либо подчиниться требованиям властей, либо продать свою долю во ВКонтакте, уйти с поста гендиректора и покинуть страну. «Я выбрал последнее», — сказал он. После этого Дуров решил создать Телеграм, потому что, цитата, понял, что не существует безопасных средств коммуникации. В целом Дуров за всю свою жизнь успел побывать в огромном количестве скандалов. Вспомните эти пятитысячные купюры, летящие из дома Зингера. Или бедный телефон Дани Кашина. Но об этом я напишу в своем ТГ, потому что сейчас мы все-таки говорим о самой платформе, а не ее создателе. Мессенджер Телеграм был создан в 2013 году, и его главный офис находится в Дубае. Бизнесмен пояснил, что выбрал именно эту страну из-за политической нейтральности и отсутствия давления местных властей. А еще там меньше налогов и бюрократии. Павел Дуров пытался обосноваться и вести бизнес в Германии, Великобритании и Сингапуре, но из бюрократических приколов ничего не вышло. А в США, по словам предпринимателя, к нему и к его команде было очень высокое внимание со стороны ФБР. По мнению Дурова, сотрудники спецслужб хотят узнать больше о работе Телеграм, чтобы в будущем лучше контролировать мессенджер. В конце марта 2024 года после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Павла Дурова внимательно следить за происходящим в мессенджере. Роскомнадзор позднее заявил, что после теракта заблокировал 11 телеграм-каналов, которые распространяли сообщения о новых возможных нападениях. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал задержание Дурова. Арест основателя Телеграм на французской земле произошел в рамках продолжающегося судебного расследования, и он ни в коем случае не является политическим решением, отметил Макрон. Это привело к тому, что Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже, куда он прилетел из Азербайджана вечером 24 августа. Как считает следствие, основатель Телеграм стал соучастником преступлений, совершаемых через мессенджер, в частности сбыта и покупки наркотиков, а также распространения детской порнографии. Сообщалось, что во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Перейдем к анализу ключевых аргументов против Телеграм. Важнейшим из них стало наличие порнографического контента в мессенджере. Эпидемия подобного контента распространилась не только в СНГ, но и за рубежом. В Южной Корее пригремело дело NTH Room, ставшее одним из самых громких и самых значимых уголовных процессов в Республике Корея, связанное с шантажом, сексуальным насилием, в частности сайбер-секс-траффикинг, а также создание незаконных телеграм-каналов с контентом сексуального насилия над женщинами, в том числе с участием детей с 2018 по 2020 год. Пользователь с ником GodGod создал приватный канал с платным доступом, где можно было найти множество видео с девушками. Если они отказывались выполнять унизительные сексуальные акты, то их наказывали. Так, адрес одной из девушек оказался в публичном доступе, и администратор телеграм-канала дал разрешение на совершение группового изнасилования. Неизвестно точное количество девушек, которые пострадали от его действия, но как минимум одна жертва была доведена до самоубийства. Чтобы вступить в его канал, достаточно было отправить интимное видео, созданное специально для вступления в комнату. Отцы, братья и даже школьные учителя с радостью соглашались на такие простые условия. Один из них, а также единственный, кто по итогу был привлечен к ответственности, так называемый доктор, ныне известный как Чоджубин. Создатель сети телеграм-каналов с общим названием Доктор Зрум. Отличавшихся особой жестокостью по отношению к жертвам и содержанием материалов, среди которых были записи наказаний жертв сотрудниками каналов через групповое изнасилование. Далее эти материалы публиковались в открытый доступ, и это могли видеть в том числе родные и работодатели жертвы. Максимальная цена доступа к материалам равнялась 1200 долларов, и пользователи имели возможность заказать материал любого характера и содержания. От сексуального насилия над несовершеннолетними до копрофилии. Твиттер-аккаунт, принадлежащий пользователю под именем Доктор, стал центром ужасающей истории, раскрывающую темную сторону киберпреступности. Доктор предлагал девушкам работу с частичной занятостью, которая на самом деле скрывала жесткий план сексуального насилия и эксплуатации. Под видом собеседования жертв заставляли делиться личной информацией, включая место жительства, учебу и работу. Затем им предлагали верификацию для работы в качестве интернет-искорниц, что включало в себя принуждение к отправке порнографических материалов. Журналисты, начавшие расследование, тоже подвергались угрозам, и их личности были впоследствии раскрыты. Полиция Сеула выявила 103 жертвы, и 26 из них несовершеннолетние. Самой маленькой было 9 лет. Материалы, полученные от жертв, были проданы более 260 тысяч раз. Позже число покупателей сократили до 60 тысяч, когда исключили, возможно, фейковые аккаунты. И все транзакции проводились, естественно, с использованием криптовалюты. Первое упоминание о подобных комнатах появилось в корейском интернет-сообществе, когда анонимный мужчина сообщил о возможном преступлении в полицию. Однако его сигнал был проигнорирован, так как оператор и полиция сошли это недостоверным. Честно говоря, я бы тоже подумала, что это какая-то крипипаста. Как раньше всех пугали Red Room'ом. Но в 2019 году несколько корейских СМИ, включая Сеул Шин Мун и Сиса Джорнал, провели собственные расследования и обнаружили, что телеграм-канал, управляемый доктором, распространял детскую порнографию и был одним из самых крупных ресурсов, торгующих подобным контентом. Вскоре был задержан один из баксов людей, работавших в каналах. Но его сообщники и активные пользователи не были найдены. Миллионы корейцев подписали петицию с требованием раскрыть личности пользователей каналов. А полиция начала расследование, установив, что в комнате доктора было около 15 тысяч участников. В 2020 году корейские криптобиржи начали сотрудничать с властями, ослеживая переводы криптовалюты, которая использовалась для оплаты доступа к контенту. В результате были установлены личности около 40 человек. В ноябре того же года Чой Джубин, как раз таки создатель этих комнат N, был признан виновным в ряде преступлений и приговорен к 40 годам лишения свободы. Даже заявил о раскаянии и желании извиниться перед жертвами. История комнат N показала, как интернет может быть использован для совершения ужаснейших преступлений и подчеркнула необходимость усиления мер по поводу детской порнографии и в целом защиты детей в онлайн-пространстве. Подобный случай произошел в Индии, где владельца телекрам-канала задержали и отправили под стражу. К сожалению, подробности о том, на чем специализировались его сообщества, нам неизвестно, потому что эта новость была освещена только индийскими медиа. Повторение подобной ситуации было в Южном Корее уже в этом году, когда технология работы с нейросетями развилась настолько, что простым пользователям открылась возможность создания дипфейк-контента. Так пользователи создавали целые каналы, посвященные отдельным школам, где выкладывали сфабрикованные изображения реальных обучающихся. К счастью, это один из тех случаев, где возмущение общественности возымело эффект. Телеграм принес извинения властям Южной Кореи и выполнил требование удалить ряд дипфейков, а также принес извинения за недопонимание в связи с этим вопросом и предоставил эксклюзивный адрес электронной почты для связи по вопросам правонарушений. Эти истории – трагические примеры того, как могут использовать свободу слова для самых гнусных целей, оставляя за собой след разрушенных жизней и страдания. Эмоциональное состояние тех, кто через это прошел, исправить не так уж и просто. Но эти ситуации смогли стать прецедентами. Пусть жертву этих девушек и невозможно измерить. Вторым аспектом, освещаемым последние годы, когда речь заходит о Телеграме, это, конечно же, проблема наркотрафика, вызывающая серьезное беспокойство у властей и, конечно же, у общественности. Наркотрафик в Телеграм осуществляется через создание специальных каналов и групп, где наркодилеры предлагают свои продукты. Этот криптомир позволяет им вести свою незаконную деятельность анонимно, используя шифрование и другие технологии. Такой подход значительно затрудняет задачу правопорядка в борьбе с наркотрафиком, ведь трудно отследить и идентифицировать преступников. Последствия наркотрафика в Телеграм налицо. Во-первых, это разрушительное влияние на здоровье и жизнь пользователей, особенно молодежи. Наркотики, доступные через Телеграм, могут быть фальшивыми или опасными по своему составу, и это может негативно сказаться на здоровье потребителей в еще большей степени. Телеграм дает возможность для продажи наркотиков, но мы понимаем, что тот, кому это интересно, найдет возможность купить где угодно еще. Более важным здесь является то, что культура употребления популяризируется и нормализуется множеством наркоблогеров, заполонивших Телеграм. У них и постоянно эти рекламы висят в закрепах. И в одном из предыдущих видео мы фокусировались на этой проблеме более подробно. И все же Телеграм не источник всех бед. Он превратился в ключевой элемент политического российского ландшафта. Его популярность среди депутатов, чиновников, силовиков и бизнес-элиты создала уникальную площадку для публичного взаимодействия. И, конечно же, столкновений между двумя разными группами влияния. Современная политическая система России характеризуется сложной сетью взаимоотношений, где противоречия между властными и околовластными группами неизбежны. Телеграм стал идеальной платформой для выражения этих противоречий, открывая доступ к информации, ранее доступной лишь узкому кругу. Заказчики контента могут не только покупать рекламные посты, но и лояльность канала, блокирование негативной информации и даже блокирование блокировки негативной информации. Опыт гонконгских протестующих, которые с успехом использовали Телеграм в 2019 году, подтверждает эффективность мессенджера для создания массовых акций и говорит о том, что аналога мессенджеру по анонимности и эффективности организации коммуникации нет. Телеграм, в отличие от Facebook и Twitter, предоставляет более высокую степень конфиденциальности и безопасности, что делает его привлекательным для активистов. Появление политических Телеграм-каналов радикально трансформировало информационное поле России. Они стали важнейшим источником новостей, аналитики и комментариев, влияя на формирование общественной повестки. Их успех связан с уникальным сочетанием конфиденциальности, доступности, простоты использования и практически нулевая модерация. Телеграм предоставляет пользователям возможность самостоятельно выбирать информацию, минуя традиционные СМИ, которые часто подвергаются цензуре или пропаганде. Телеграм позволяет всем участникам политического процесса, от властных структур до оппозиции, взаимодействовать друг с другом, формировать общественное мнение и оказывать влияние на принятие решений. Свобода слова является фундаментальным принципом демократического общества. В той же самой Европе история свободы слова насчитывает целые века. Французская революция 1789 года привела к объявлению прав человека и гражданина, включая свободу слова. Так незыблемые принципы. Великие французские философы, такие как Вольтер и Руссо, играли важную роль в пропаганде идеи свободы слова. Франция всегда подтверждала свою неизменимую и решительную приверженность свободе печати, свободе слова и защите журналистов. Совместно с организацией «Репортеры без границ» министр Жан-Эвле Дриан положил начало партнерства во имя информации и демократии, которые на сегодняшний день поддержали 45 государств. Свобода печати также предполагает наличие свободных, независимых и плюристических СМИ, основанных на устойчивой экономической модели. Франция выделила более 43 миллионов евро на финансирование проектов и поддержки СМИ в разных странах в 2020 году. И, наконец, в защите свободы печати и свободы слова отводится центральное место в рамках представительства Франции в Европейском Союзе, особенно в сфере цифровых технологий. Соглашение по европейскому закону о цифровых услугах ДСА позволяет повышать требования к прозрачности и подотчетности платформ в их деятельности по модерации контента. Кроме того, Франция поддерживает закон о свободе СМИ, предложенной Европейской комиссией, который должен способствовать поддержке независимости СМИ. Мы устрагаемся прозрачности Франции в отношении СМИ, которые прослеживаются в официальных документах. Но ключевым аспектом в деле Павла Дурова становится то, что он не выдает ключи шифрования своего мессенджера так, как это делают Мета и Гугл. Серьезно? Несмотря на столетия борьбы за свободу слова, современные Европы делают все для контроля этой свободы слова. Об этом нам, в принципе, и говорит арест Павла Дурова. Так где это свободу слова тогда? Вчитываясь в обвинения против предпринимателя, становится понятно, что несколько пунктов посвящены криптовалюте, а также отдельно выведены средства криптографии, которые как раз-таки и защищают анонимность пользователей. Знаете, заставляет задуматься, что люди у власти в разных странах мало чем отличаются друг от друга. И вот за этими обвинениями, связанные с защитой и безопасностью пользователей, скрывают список выгоды от финансов, которые не могут контролировать, и чатов, которые недоступны дешифрации. Широко обсуждается вероятность того, что Павел Дуров все-таки шел на сделки с российскими властями, но если они не нарушали идеологии мессенджера. На самом деле, я не думаю, что ему в России было бы безопасно. Где челу жить вообще? Тем не менее, Франция в данном случае потребовала ареста, а без всего этого общественного резонанса выпустить предпринимателя под залог, мне кажется, было бы невозможно. В своем заявлении Павел отметил, что вот этот баланс между конфиденциальностью и безопасностью сложен, но Телеграм всегда готов к диалогу с регулирующими органами. И он также подчеркивал, что его платформа работала с французскими властями в борьбе с терроризмом. Мы все прекрасно понимаем, что в Телеграм существует множество изъянов. Наличие порнографического контента и наркотрафика, отсутствие регулировки и фильтрации постов, отсутствие даже эффективной техподдержки, готовой помочь пользователям. И тем не менее, этот мессенджер дает пользователям свободу слова и самовыражения. За годы существования Телеграм пользователи сформировали в нем свое общество, а всякое общество должно регулироваться законом. Предоставление информации в случае какого-то разбирательства или жалоб на пользователей, пренебрегающих правилами человека, окей, это закономерный шаг. Но передача всей информации о пользователях властям, как будто это немножко не укладывается в свободу слова. Когда все в рамках закона, люди способны все регулировать сами. Реакция людей на всю эту ситуацию с арестом Павла Дурова говорит о готовности людей стоять за то общество, где их слова имеют вес. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, что вы думаете. Может быть, вы за супер закрытый интернет, за модерируемый интернет. Может быть, вы вообще полностью за свободный или у вас что-то вот между. Напишите в комментариях, потому что я слышала в своей жизни очень много мнений по этому поводу. Во-первых, фридуров. Во-вторых, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и также подписывайтесь на мой телеграм. После такого видео грех не подписаться на мой телеграм. В-третьих, извините за внимание.